Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня у нас дубль, 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 дубль 3! Мы делаем съедобный тинт. Нет, для съедобного тинта у нас дубль 2, потому что я делала с дурацкими красителями один тинт, который у меня не получился, но был очень вкусненький, был как пироженка, в общем, хейтерам привет! Всем, кто меня смотрит и кому нравится, тоже большой привет! В общем, попробовала я те же красители с ПВА-клеем, говорят, что в ПВА дело, там, или еще что-то. В общем, я думаю, что было дело в красителях. И я изшерстила весь Ростов-на-Дону и нашла красители. Я купила два разных красителя, но один у нас будет тинт для бровей, я купила его черный, он жидкий, вот такой вот. Потом покажу вам. Но для губ я купила вот такой вот пищевой краситель. Сказали, нужно брать некачественный краситель для того, чтобы он оставлял пигмент. Итак, сегодня у нас будет съедобный краситель. Меньше болтаем, больше дела. Значит, нам понадобится краситель вот такой вот фирмы. Опять, я не знаю, получится у нас что-то или нет. Нам понадобится желатин, желе, так как у нас будет съедобный, нам нужно вкусненько все делать, да? Нам понадобится водичка, ну вот просто обычная водичка. И присыпка. Кто спрашивал, для чего она нужна? Девочки, для красоты. Вы как будто никогда не видели, что в пироженки, в торты и так далее добавляют эту красоту для красоты. Соответственно, на свои пироженки я тоже тут добавлю. А, и понадобится вот такая вот емкость и кисточка, которой мы будем все это дело наносить. Она у меня, кстати, вот она у меня, кстати, покрасилась. Ладно, давайте смешивать. Хотела вам отдельно показать, а давайте смешивать прямо вместе со мной. Значит, берем емкость, берем желатин. Все делаю на глаз. Все делаю примерно. Немного желатина. Буквально здесь, скажу вам, пол чайной ложки. Дальше желе. Она у нас розовенькая, клубничная. 50 на 50. 50 желатина, 50 желе. По пол чайной ложки можете делать. У меня губы большие, конечно, мне нужно больше. Теперь мы наливаем сюда водички. Чуть-чуть. Буквально, сейчас скажу сколько. Ух, что-то я много налила. В общем, 2 чайные ложки. Или 1 столовую. И идем все это греть в микроволновке. У кого нет в микроволновке, вы можете на паровой ванночке тоже все это размещать. Нам нужно, чтобы наш желатин растворился. Я вернулась. Все это разогрела в микроволновке. Желатин растворился. У нас получилась однородная масса. В эту однородную массу я сейчас зафигачиваю наш краситель. Побольше. Потому что в прошлый раз у меня не остался пигмент. Я оставлю вам ссылочку на мое прошлое видео. Кому интересно, посмотрите. Люди разделились на два лагеря. Кому я понравилась очень и кому я вообще не понравилась. Особенно смущали мои губы. Ну ладно, ничего страшного. Значит, вот у нас появился тент. Получился, да? Девочки, начинаем красить. Сегодня я возьму другое зеркало, где не видно то, что у меня ниже пояса. Мажем губки. Это всем, кому не нравятся мои губы. Всем, кому не нравится, это я как бы издеваюсь. А кому нравится, я всех целую. Нет! У меня черная кофта. Хорошо. В прошлый раз я делала зеленый тинт с белой кофтой. Цвет шикарный. Блин, опять эти зубы красятся. Ждем. 20-25 минут. Сколько понадобится. И вот, вы же еще говорили. Чуть-чуть подсох у меня, буквально 2 минутки прошло. Для чего, для чего, для чего, это красота. Ну, для красоты же. Как первый раз. На темно-малиновом смотрится еще шикарнее. Ну, неужели некрасиво? Ну, как это может не нравиться? Я не понимаю вас. Не буду перебарщивать с присыпочкой. Оставлю так. Просто восхитительные пироженки на моих губах. Я могу сделать вот такой тинт. Сесть. Поехать по делам. Проголодалась. Просто взяла и съела губы. Мне как-то это отличный лайфхак. В общем, ждем, пока застынет и снимаем. Итак, прошло у нас 15 минут. Давайте посмотрим, что получилось. Я очень надеюсь на удачу. Держим крестик. Итак, мои хорошие, как видите, вот что у нас получилось. На мой взгляд, тинта немного осталась. Но не так, как с помадами, конечно. Ну, вроде остался такой неплохой, интересненький цвет, да. Но я хочу, чтобы судили вы. И потому что ингредиенты все были то же самое. Мы поменяли только краситель. Кто-то говорил, что желатин что-то забирает или отталкивает. Как видите, работает и с желатином все это дело. Поэтому дело было не в желатине. Дело было в красителе. И можно это делать не только с ПВА, но и с желатином. Что более, менее, в общем, менее токсично, чем ПВА наносить на свои губы. Поэтому, если понравилось и было полезно, ставьте обязательно лайк. Пишите в комментариях, появился или нет. Потому что я не помню, что было до. Подписывайся на мой канал, кто еще не подписан. Впереди много нового. И я покажу вам, как делать тинт для бровей. А с вами была я, Селена Свей. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Хотела сказать, что язык у меня точно покрасился и очень хорошо. Пока-пока.